Друзья, я хочу зачитать Деяния апостола. Мы продолжаем эту тему, изучаем Слово Божие по деянию апостола, как Дух Святой работал. И я хочу зачитать, сегодня у нас седьмая глава Деяния апостола. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, как имеется лицо ангела, помните? Вот, и что если уже здесь на земле, наша задача иметь такое лицо, преображаться. А сегодня я хочу, не буду всю эту главу читать, седьмую, но я начну с 51 стиха, это проповедь Стефана. Он, в общем, тут историю, тоже она интересна, но у нас нет времени об этом говорить, много. Дома сами можете прочитать. Он сказал историю, очень кратко и очень так, четко, он сказал историю израильского народа, священникам и в Синедрионе, когда его слушали. И заканчивая свою проповедь, вот эту историю, он с 51 стиха читает до конца. Вот он обратился к ним и сказал такие слова. Это Синедрион, это 70, сколько их там было, старейшин вот этих всех, священники, первосвященники, в общем, важные религиозные люди. Вот он им говорит, жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвосвязивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужений ангелов и не сохранили. Слушая это, то есть вот этот весь Синедрион, все это религиозное начальство, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса, отверстие, сына человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, вывезшись за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими Дух мой. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, Господи, не умени им греха сего, и сказал, это почил». То есть, не написано, что умер, а почил. А знаете, почему так написано? Как вы думаете? Ну, по нашему языку это умер. Правильно бы так сказать. Ну, а здесь Писание говорит, что он почил. Знаете, что буквально слово «почил» означает? Заснул. Почил — это заснул, он уснул. То есть, на самом деле, христиане не умирают. Ну, на самом деле, в духовном смысле. Когда кто-то из верующих умирает, ну, тело, он просто почивает, он уходит, дух его выходит из тела, а тело просто спит до определенного дня, когда будет воскресение из мертвых. Ну, друзья мои, тема сегодняшних рассуждений будет вот, она будет несколько, я тут только несколько мыслей, она будет по первому стиху, вообще по 51 стиху. Она называется «Обрезание формальное и духовное». Потому что, вы помните, что Стефан — это был человек, исполненный Святого Духа. То есть, он не сам от себя говорил вот эти слова. Это было помазание Духа Святого. То есть, Дух Святой направлял его, что сказать и как это все выразить. И вот он, обращаясь к этим верующим людям, это все верующие люди были, притом начальство это все было, церковное, ну, или не церковное, а вот это религиозное начальство того времени, самая-самая вершина, элита, как мы говорим. И вот он, обращаясь к ним, в 51 стихе он сказал, «Люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому». Вот сегодня мы давайте с вами поразмыслим вот о чем. Мы с вами вот обрезанные люди или нет? Вот, будучи верующими, а сегодня в духовном смысле все верующие, и мужчины, и женщины должны быть обрезаны. Вы согласны со мной или нет? Раньше в Ветхом Завете только мужчины должны были обрезаться, люди мужского пола. А сейчас люди, как становятся верующими, веруют в Господа, должны все как один обрезаться. И необрезанный, вы знаете, из закона образ такой не войдет в Царствие Божие. И это очень серьезно. Знаете, я когда об этом размышлял, я подумал, вообще это очень серьезно, быть христианином. Это не быть просто религиозным человеком, ходить в собрания, молиться, обряды какие-то, ритуалы соблюдать, традиции там, предания старцев соблюдать. Нет, это быть живым христианином, быть человеком обрезанным. Вот сегодня мы с вами поговорим об этом обрезании. Здесь говорится о двух вещах, которые должны быть обрезаны. Во-первых, люди должны быть обрезанное сердце, внутренняя какая-то часть, и обрезанное ухо, тоже внутреннее. То есть у человека есть сердце такое, не вот это сердце наше физическое, а есть некое духовное сердце, и есть духовные уши. Вы вообще верите в это, что у вас есть духовные уши и духовное сердце? И у сердца еще даже есть глаза. Вот помимо этих наших глаз, там еще внутри есть еще какие-то глаза. Так это мы читаем эти тексты. Написано, чтобы Бог просветил очи вашего сердца. Павел молился за верующих людей, которые уже верили в Иисус. И вот сегодня размышление вот какое. Так как мы будем сегодня иметь причастие, то я бы хотел, чтобы мы с вами просто испытали самих себя. Я обрезанный человек или нет? Потому что, если человек не обрезанный, то ему вот это, это просто будет обряд. Принял там хлеб, выпил вино. Это просто будет обряд, он ничего не будет работать. А если он обрезанный действительно, то ему это будет служить на большую пользу. И помните, есть такой текст в послании Коринфянам, второе послание, 13 глава, 5 стих. Там написано, «Самих себя исследуйте, самих себя испытывайте. Самих себя испытывайте, самих себя исследуйте, в вере ли вы?» И вот быть человеком верующим, это быть человеком обрезанным, по-настоящему. Вот я сам себя испытаю, вы самих себя испытаете. Вы вообще обрезанный человек или нет? У вас должно быть обрезано сердце, и обрезанные уши должны быть обрезаны. И следствие, как следствие еще. Вы знаете что? Доказательство того подтверждения, что у вас и у меня обрезанное сердце и обрезанное ухо. Знаете, какое еще третье обрезание? Это обрезанный язык. Вот три этих обрезания. Здесь оно не написано, но это как следствие идет. Вы знаете, что такое? Ну, в Библии очень много текстов, написанное так, что у каждого верующего должен быть какой язык топом? Кроткий. А знаете, что такое слово «короткий»? Это короткий язык. Это язык, который обрезанный, которого обрезали язык, и человек уже лишнего не говорит. Вы знаете, что если в буквальном смысле слова «обрезать человеку, отрезать язык», половину хотя бы, он не сможет говорить нормально. А если ему полностью отрезать, то он вообще не будет говорить, он только будет «а-а-а» и все. Так вот, в духовном смысле то же самое. Когда у человека обрезанный язык короткий, он говорит только то, что Бог ему положил на сердце. А знаете, что написано еще в Слове Божьем? Что от избытка чего сердца? Что происходит? Уста наши говорят. Вот и все, и проверьте. Если вы гневаетесь, если я гневаюсь, раздражаюсь, у меня есть там словопрение, злословие, сквернословие. Это о чем говорит? Что мое сердце обрезано или нет? То есть наш язык – это своего рода индикатор, лампочка такая, которая показывает, какое мое сердце и какое мое ухо. Если я сквернословлю, злословлю и прочие слова выражаю нехорошее, это что означает? Что у меня что необрезано? У меня необрезанное сердце и необрезанное ухо. Вообще в это верите или нет? Вот так написано. От избытка сердца сказал Христос. «Говорят, уста наши». То есть если сердце человека обрезано и обрезанные у него уши, то его язык будет говорить то, что Господь положил ему на сердце. Ничего лишнего не будет. Вот давайте мы об этих текстах сегодня поразмышляем. Я постараюсь быстро все говорить, хотя эта тема очень обширная, и ей, наверное, час это как минимум надо говорить. Но я постараюсь за полчаса. Итак, читаем. Откуда вообще взял этот человек, Стефан, откуда он взял вот эти мысли, обрезанное сердце и обрезанное ухо? Как вы думаете, откуда он это все взял? Он был исполнен Святого Духа. А откуда ему пришло обрезать сердце и обрезать ухо? Откуда он это все взял? Знаете, я думал, что это сначала, я давно это читал, и когда я первый раз читал, мне казалось, что это он просто, ну, Дух Святой ему дал такие мысли. И вот он так и сказал. Как-то такое вдохновение какое-то пришло. Но на самом деле он говорил это из Писания. И оказывается, в Ветхом Завете давно пророки об этом написали, об обрезанное, чтобы было у людей обрезанное ухо и обрезанное сердце. Давайте эти тексты посмотрим. То есть, это знаете, о чем говорит? Что Стефан хорошо знал Ветхий Завет, Писание очень отлично знал. И мало того, он его запоминал. То есть, все апостолы, смотрите, мы читали вот Деяния апостола в самом начале, первая апостольская проповедь после воскресения Христа из мертвых, день Пятидесятницы. Вы если посмотрите, что Петр говорил, то он цитировал массу текстов Писания на память, не по бумажке. Вот я сейчас, чтобы мне удобнее было, я тут на бумажке эти тексты выписал, чтобы мне легче было быстро находить их. А он цитировал по памяти. В день Пятидесятницы он не доставал Библию, там не листал, и невозможно было ее листать, потому что Библия-то не такая была. У нас очень удобная, взял там, полистал страницы. А это был рулон, рулон такой, свиток назывался, рулон бумаги, который вот так нужно было, чтобы тебе надо было найти послание, там не послание, а какую-нибудь книгу о Моссе там, или о Иоиле, это надо было размотать и найти. И при том стихов не было, глав не было, ничего не было. Это надо было отлично знать, где оно написано. Поэтому никто со свитками не ходил и не разматывал их. Люди говорили тексты по памяти. О чем это говорит нам сегодня с вами? Что нужно, подражая Стефану, хорошенько изучать Слово Божие и запоминать его, запоминать тексты Писания, где-то написано. Это в жизни очень пригодится при общении с людьми, при молитве, при беседе с какими-то людьми, возможно, верующими или неверующими. Итак, друзья, давайте посмотрим эти тексты Ветхого Завета, которые и пойдем изучать признаки. Итак, Иеремия 4.4. Пророк Иеремия в 4 главе, 4 стихе, обращается к народу израильскому. Это за примерно, сколько там, 500 или 600 лет до Рождества Христа. Перед тем, как было пленение Вавилонское. «Обрежьте себя для Господа и снимите край...» Смотрите, вот это выражение. Это он обращается к ним, говорит, «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуда и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Итак, братья и сестры, вместе с вами размышляем, вы мне помогаете. Вот он, обращаясь к ним, Иеремия, говорит, «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». А люди были обрезаны физически, а духовно не были обрезаны. Сердце не было обрезано. И что нужно было обрезать согласно этого текста? «Чтобы гнев мой не возгорелся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Что такое крайняя плоть сердца человеческого? Это я к чему говорю, чтобы мы понимали, о чем вообще идет речь. Что такое крайняя плоть сердца человеческого? Злые. Злые наклонности сердца человеческого. То есть вот это стремление делать зло. То есть когда Адам с Евой вкусили от дерева познание добра и зла, у них вошло и добро, и вошло зло. Вы должны это понимать. И зло стало превалировать. То есть оно стало сильнее, чем добро. Злые эти наклонности в человеческом сердце, они как бы подавляли вот это доброе намерение. Об этом хорошо пишет Павел в послании Коринфянам в 7 главе, в 1 послании. Помните, как он говорит? Доброго, которого хочу делать. Что? Хочу делать, но не делай. Это же у него внутри, в человеческом естестве так было. А не делаю. Почему? Потому что уже не я делаю это, а живущий во мне грех. То есть вот этот грех оказался сильнее добра, которое человек вкусил. И вот в этом и проблема наша вся, всех людей без исключения. На земле кто-то живет, миллиарды людей. Проблема одна и та же. Что вот эти злые наклонности сердца человеческого, они сильнее, чем доброе намерение. И если вы почитаете психологов, ну, современных психологов мирских, вот этих, светских, они же не понимают духовной сути человека. И они хотят вот достать в человеке добро, вот это, которое, ну, природное добро, и поставить его на пьедестал, чтобы человек победил зло, которое внутри. Но это невозможно. Евреи это пробовали делать на протяжении тысячи лет, и они не смогли этого сделать. Люди, которые пытаются уже после Христа две тысячи лет, пытаются победить зло, которое внутри человека живет, своими усилиями, у них не получается это ничего. И не получится. Потому что апостол Павел тоже это пережил. Он говорит, доброго которого хочу делать, не могу делать. Почему? Потому что зло во мне живет, оно сильнее, чем добро. Оно побеждает закон моего ума. И потом, переходя в восьмую главу римлянам, он говорит, ну, в конце этой главы он говорит седьмой, бедный я человек, кто меня избавит из всего тела смерти. И потом в восьмую он переходит, что благодарение Богу, что Бог это делает, это делает Святой Дух. Но здесь, мы потом придем к этой мысли, здесь вот говорится, чтобы, Иеремия говорит, что вы должны понимать, что у вас есть крайняя плоть сердца вашего, то есть вот эти злые наклонности, и их нужно обрезать. И вот эти злые наклонности, они заключаются самые разнообразные. Их там тысяча, может, миллионы этих злых наклонностей. И одна из злых наклонностей – это господствовать над людьми, управлять ими, властвовать над ними. Вот это такая наклонность, которая скрыта в человеке, и он даже это в другой раз и не замечает. Люди выходят замуж, там, женятся, и каждый с необрезанным сердцем и ушами пытается заставить своего партнера, супруга своего, подчиняться ему. Почему? Потому что вот эта злая наклонность, господствовать, она жила в апостолах до того, как сошел на них Святой Дух. Помните, они все время мечтали о себе и думали, и спрашивали, кто из них больше. Почему? Вот эта гордыня – я больше, я главнее тебя, ты подчиняйся мне. Потому что если больше, значит, кто-то другой должен мне подчиняться. Авторитет. Вот я авторитет. Вы знаете, вот в разных таких средах, в криминальной среде, там есть люди, которые называются, их называют авторитеты. Я как-то у одного брата спросил, который знаком с этой был аудиторией. Я говорю, как вообще называется человек, который в криминальной среде, в тюрьме там или где-то там еще, он такой вот влиятельный человек. Он говорит, это, если просто тебе сказать, это авторитет. Это авторитет. И все вот это знают. Вот человек хочет быть таким авторитетом, властвовать над кем-то. Это злая наклонность человека. Мы еще придем к этому размышлению. Давайте пойдем дальше. Иеремия 9, глава 26 стих. Это мы читали про необрезанное сердце, которое вот эти вот злые наклонности. А теперь читаем то же самое книгу Иеремия 9, 26. «Египет и Евдей и Едома сыновей Омоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти необрезаны». Это Бог говорит про различные языческие народы. И заканчивая эту мысль, Он говорит, «А весь дом Израилев с необрезанным сердцем». То есть весь дом был, все люди, которые были, вот Господь оценил их всех и сказал, «Все люди, которые находятся в настоящее время в Израиле, это вот перед вавилонским пленом, это люди с необрезанным сердцем». Вот эти злые наклонности были у всех людей. Ну и, по-моему, тот же самый пророк Иеремия, он где-то говорит, такую вообще интересную мысль, он говорит, «Лукаво сердце человеческое, и что? И крайне испорчено». Лукавое сердце человеческое, притом у всех, это все верующие люди были, верили вроде в Бога, а сердце было вот крайне испорчено, и вот эти злые наклонности, необрезанные и неочищенные, они просто вылазили из человеческого сердца, через уста, через слова, через действия. И поэтому, друзья, если мы с вами, или вы, или я, где-то в чем-то необрезаны, то у нас обязательно это вылезет через наши слова, через наш язык, через наши действия, через наши поступки. Поэтому вот сегодня как раз это тема размышления, самих себя испытать. Итак, давайте посмотрим признаки необрезанного уха. Вот мы говорили это вообще, как сердце человеческое, то есть его внутренний мир человека. Внутренний мир, надо понимать, что такое сердце. Это мысли, слова, то есть мысли человеческие, чувства, желания, намерения его, стремления, цели. Это все называется сердце человека, это внутренний мир человека. По-другому, еще так же называется душа человека. И смотрите, признаки необрезанного уха. Иеремия 6, 10. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них по смеянии, оно неприятно им. Братья и сестры, смотрите, четко, как написано в пороке Иеремия, Дух Святой через него говорил, что люди с необрезанным ухом, это кто? Вот вы размышляете, смотрите на текст, скажите мне, кто такие люди с необрезанным ухом? Как определить, что человека необрезанное ухо? Это среди верующих сегодня полно таких. Я вам потом пример расскажу, один может быть, или два. Люди с необрезанным ухом. Какой признак, как узнать, вот вы самих себя исследуете, я исследую. Как узнать, что у меня ухо обрезано или необрезано? Как узнать? Слово Господне в небрежении. Вот, спасибо, Леонид. Смотрите, четко же написано, да? Они не могут слушать, у них необрезанное ухо, они не могут слушать. И объясняется, почему они не могут слушать. Вот, то есть причина, почему? Потому что Слово Господне у них по смеянии, оно неприятно им. Вот если вы читаете Библию и находите, что Библия, Слово Божие, Дух Святой говорит нам о чем-то, и я с этим не согласен, и мне оно неприятно, это говорит о том, что мое ухо внутреннее, оно не обрезано. Ну, я вам пример приведу. Я когда-то довелось несколько, наверное, лет 7-8 назад, мне довелось беседовать с одними сестрами на такие семейные там какие-то темы. Ну, и я начал приводить тексты Писания, где апостол Павел говорит, как жена должна подчиняться мужу и как она, если муж не верующий или там не согласен с Писанием, как она добрым житьем своим должна покорять своего мужа, чтобы они без слов, помните, как написано, приобретаемы были. То есть, оказывается, у жены есть такая сила, такая внутренняя сила покорить любого мужчину, какой бы он там не был, какой бы он не был. И дает, Петр дает четко, говорит, чтобы они без слова приобретаемы были. И объясняется как? Добрым, богобоязненным житием. Ну, и я вот эту тему эту развивал и говорил им вот на эту тему. И вдруг они слушали, слушали, и одна как возмутилась, а я так Библию достал и так читал еще. Она мне говорит одна женщина, что ты мне эту Библию суешь? Тут совсем по-другому надо. Что ты мне суешь эту Библию? И я понял, у женщины верующая называется, а ухо необрезанное. Следовательно, если ухо необрезанное, слово Божие по смеянии, оно неприятно им. Есть такое? Неприятно. Вот вы читаете, я читаю, и каждому из нас тут дается инструкция. Кто какой должен быть? Дается конкретная инструкция. Я читаю, а мне неприятно, например. То что делать? Это значит, что мое ухо необрезанное, я не хочу этого слушать. Следовательно, надо молиться в это время. Господи, у меня я заметила или заметил, у меня ухо необрезанное. Обрежь меня, пожалуйста. Я хочу обрезание, чтобы я, мне слово Твое было приятно, оно мне было доступно. В другом месте я был там на одной домашней группе, это давно было, и там тоже собралась молодежь, и такие тоже люди неженатые, и женатые там были. Ну и тоже зашла эта тема, спросили там у меня что-то про семью, и я им начал рассказывать, что они меня слушали, слушали, и вдруг одна женщина говорит, что ты тут нам вот это рассказываешь? Наш пастырь, который мы там в другую церковь они ходили, он так не учит, он учит по-другому. Он учит вот этой вот психологии современной, что демократия вот эта вот все, все равны, и жена имеет полное право там командовать и управлять, и кто первый захватил власть, тот и, ну и что-то такое начало. Я им говорю, я не знаю там, чему ваш пастырь учить, вот, ну, есть пастырь, Господь Иисус Христос и апостолы, которые написали слово, и, может быть, вы его неправильно поняли, знаете, как бывает, человек слушает, вот, ухо, когда не обрезанное, он сам себе говорит вот так вот, внутри, мысли такие. Я в другой раз вот говорю чего-то, и мне, помню, подходят после собрания люди, особенно, вот, бывают такие, которые с необрезанным ухом, они говорят, вот, ты так и так сказал, я говорю, да не говорил я такого, что ты, я говорю, что я еще говорю в полной памяти своей, и помню, о чем я говорил, нет, ты говорил, я говорю, что я говорил, а ну скажи мне, он мне говорит, вот так и так, я говорю, так это же надо понимать духовно, помню, говорил про церковь, а женщина одна мне говорит после собрания, что ты про это здание говоришь, я ей говорю про церковь, как тело Христа, вот, как общество, которое собирается, а она сидит и слушает как здание церковное. И потом вот, я говорю, ты не понимаешь, ты вникни сначала, а потом уже меня это обличай. Ладно, друзья мои, так, смотрите, необрезанное ухо, понятно, да, человек, который не любит Слово Божие, и оно ему неприятно, это сразу первый признак. Необрезанное ухо. И его нужно обязательно обрезать, вот, чем быстрее, тем лучше. Иначе, помните, как Стефан сказал, вы с необрезанным сердцем и ушами, то результат следующий какой будет? Противление Господу. Вот и все, все просто, все элементарно просто. Если человек необрезанное сердце и необрезанное ухо, он будет противиться Богу всегда. И это вот беда наша сегодня, современного христианства. Она тогда была религиозных этих людей, человек думал, что он обряд какой-то совершил, обрезание, он хвалился обрезанием, я обрезанный, по плоти. Ну и что, что ты обрезан по плоти? А сердце у тебя обрезанное? Нет. Ухо обрезанное? Нет. Значит, ты вообще не обрезан, ты хуже язычника. Что ты тут хвалишься, что ты веришь в Бога? Идем дальше, друзья. Что такое признаки необрезанного сердца? Давайте посмотрим. Вот, проверяем сегодня себя, потому что мы будем участвовать в преломлении, поэтому проверяем. Самих себя испытываем. Это Господь повелел. Самих себя исследуйте. Верили вы? Какая наша вера? Что мы верим? Читаю, братья и сестры, Марка, 7 глава, с 20 по 23 стих. Вот внимательно читаем вместе и смотрим. В чем необрезанность? Это Христос, это слова Иисуса Христа. Там очень интересная тема вообще была про еду, про питание, про неумытые руки. И вот продолжение этой темы Христос сказал. Далее сказал, это он же ученикам объяснял своим, они так и не поняли его, что значит вот иметь что-то такое другое. Он сказал, исходящее из человека оскверняет человека. То есть у них была идея у евреев. Они в это верили и обряды эти соблюдали, традиции и предания старцев, что пошел на базар, обязательно должен прийти домой, умыть руки свои тщательно. И там написано, не едят неумывший рук, потому что они считали, что где-то там походил, он осквернился. И вот он скверный, ему нужно обязательно омовение совершать, это внешне. И тогда Христос им объяснил, что не то, что входит в уста человеческие, оскверняет его. То есть никакая пища нас осквернить не может, даже сало не оскверняет. Иногда вот есть люди, которые верят, что он поел сало и там свинину какую-нибудь и осквернился. Не оскверняет оно, братья и сестры, потому что Христос так и прямо объяснил, то, что исходит из уст, оскверняет человека, а не то, что входит. То есть не делает человека грешным или нечистым. Итак, смотрите, что он объясняет. Это он объясняет апостолам, потому что они тоже не поняли. Он говорит, неужели вы так непонятливы? Неужели вы не соображаете, что ничто, входящее в уста, не может осквернить человека, оно входит в живот, в чрево, проходит через кишетник и выходит вон, чем очищается всякая пища. Ну, дальше я не буду развивать мысль, чтобы вы не включали воображение. Исходящее... Ну, почему? Потому что я с одним, с одним братом вот так мы говорили, говорили, и потом что-то у меня такое, вот язык был не обрезанный до конца. И я взял ему ляпну. Вот ты, говорю, ты съел там, что там, говядина чистая, а я свинину. И потом мы с тобой на поле сели. Мы, скажем, в Израиле, в Израиле, и у нас лопатки с тобой есть. Ну, так написано было, что у каждого должна быть лопатка, и когда вы там захотите, то должны выйти за стан, и там все это дело совершить. Мы лопатку выкопали. Вот я, говорю, сел, и ты сел. И мы закопали. У кого чистое, у кого нечистое. Все оно у всех нечистое. Как ты не понимаешь, говорю. Это Христос сказал. Оно, говорит, выходит вон, чем оскверняется всякая, очищается всякая пища. То есть в желудок все очищает. Оно не делает человека нечистым, должны это понимать. То есть не делает его грешным никакая пища. Делает грешным человека вот то, что исходит изнутри, из сердца. Давайте прочитаем дальше. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходит. Давайте смотрим, что первое исходит. Злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Смотрите, на первом месте Христос поставил какое слово? Кто помнит? Вот, изнутри сердца человеческого исходит что? А? Злые мысли. А теперь давайте вспомним, вот это, это необрезанные, необрезанные мысли, необрезанные вот эти страсти, которые там, грехи, прелюбодеяние, блуд, нечистота, пьянство, бесчинство. И этот список можете продолжить сколько угодно. Объедение, там, страсти всякие. Это все находится внутри, в сердце человека и выражается через тело. И вот это оскверняет человека. Как только человек имеет внутри, в своем внутреннем человеке, вот эти все злые мысли и всякие грехи, посмотрите, гордость и зависть. Вот вы вообще завидуете, братья и сестры? Я думаю, что если не обрезанные, то завидуете. А если обрезанные, то никому никогда не будете завидовать. Ни машине, ни дому, ну, вообще ничему. Не завидовать. Потому что другой человек, вот, ну, посмотрел там, брат-сосед приехал на такой крутой машине, дорогой, 200 тысяч долларов. Помню, какой-то купил брат, 300 тысяч долларов, какая-то там, как она называется, итальянская, не знаю этих моделей, такая суперскоростная. Вот. Другой посмотрел, говорит, и я такую хочу. Я говорю, зачем она тебе-то нужна? Тоже же нельзя ездить, это же не Америка, то есть не это, не Германия. Это в Германии там, если я помню, там был, там есть у них такие отрезки. Раньше было много там, десятки, сотни километров. И на третью полосу выезжаешь, и такой стоит знак. Нет ограничений. Человек на гашетку нажал, и 250-300 километров в час. Это, ну, примерно 200 миль в час. Мы с такими скоростями. Я говорю, здесь-то зачем тебе такая машина? Здесь у нас, ну, в Арибуне максимально 60, ну, 65, ну, 70 миль. Ну, это 100, там чуть больше 100 километров, 110, 120, там, может, чуть больше 130. А зачем тебе такая? Ты же невозможно на ней ездить. И потом немцы вообще сообразили, что из-за таких скоростей у людей огромные, ну, происходят аварии на дорогах. И они маленькие такие расстояния, 5 километров, все, знак другой стоит, все ограничение скорости. Чтобы ты так разогнался, почувствовал скорость. И теперь тормози, потом через 5 километров опять другой. Так вот, смотрите, зависть такая, да, вот у человека есть зависть, и он завидует. Я тоже такую хочу. И когда у нас есть зависть и есть гордость, даже вот такие скрытые, такие вот необрезанные вещи. Гордыня такая. Кто ты такой, что ты меня тут учишь? Да я знаю, ты меня не учи. Нечего мне тут рассказывать. И оно периодически вылазит. Не надо нас учить, так часто мне говорят. Не надо меня тут учить. Я знаю. Что ты знаешь? Да я знаю. Кто говорит, что он знает, тот еще не знает так, как должно знать. Поэтому, друзья, вот это признаки необрезанного сердца, это злые мысли и всякие, всякие такие пороки, которые происходят из человека. Теперь смотрите, апостол Павел об этом часто писал. А теперь вы отложите все. Страсти, прелюбодеяния и, помните, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик со всяким злоречием. Дальше что сказано? Да будут от вас удалены, то есть обрезаны. То есть это были верующие люди. И ничем они от нас сами не отличали. Не верили в Иисуса Христа, а сердце было необрезанное. То есть люди все еще были с такими слыми наклонностями. И в это они должны были войти в процесс, чтобы произошло обрезание внутри сердца человека, внутреннего мира. И поэтому он говорил раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобою. У вас такое бывает? Вот. Значит, это необрезанная часть, необрезанная. Да, какое-то обрезание уже есть, а какое-то еще не произошло. И оно должно произойти. А иначе зачем мы здесь на земле живем? Вообще, знаете, зачем мы здесь живем? Чтобы прийти в вечности, как мы в прошлый раз говорили, у нас с вами было ангельское лицо. А для этого нужно на земле пройти. Здесь мы проходим тренинг. Это школа своего рода. Такая духовная школа, где происходит вот это обрезание. Помните, Христос сказал, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода», что он делает? Он отсекает. Бум и отсекает. А всякую приносящую плод, что делает? Очищает. То есть обрезает, чтобы она более принесла плода. Поэтому вот мы с вами на протяжении здесь земной жизни, Господь с нами работает с нашими сердцами, с нашим внутренним человеком, миром нашим внутренним, чтобы обрезать гордость, обрезать надменность, обрезать злоречие, злословие, раздражение, ярость, гнев, крик и прочее все. Это должно быть обрезано, а иначе не видать нам ангельского лица и не видать преображения. Идем дальше, друзья. Давайте посмотрим теперь подлинное обрезание, в чем оно заключается. Филиппийцам 3.3, потому что обрезание, Павел четко об этом говорил, и он боролся с этими идеями человеческими, что они думали, что вот обряд, он совершил ритуал, традицию, и он уже все, он уже такой достиг. И он говорит, обрезание мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоти надеющиеся, и не то обрезание, римлянам 2 глава 28-29 стих, продолжение этой мысли, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по ветхой, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Знаете, кому было написано послание к римлянам? Как вы думаете? В Рим. В Римлянам, понятно, ну римлянам, а каким людям? Кто там в Риме был? Христианам. Ну христианам, каким христианам? Это были христиане еврейского происхождения, потому что апостол Павел все свои церкви, которые он насаждал, он насаждал через синагоги, то есть он приходил к синагогу, а это были верующие люди, которые хорошо знали закон. И это, по сути, большинство из них были евреи, уже обращенные в христианство. И они были обрезанные, конечно же, по плоти. И тогда вот он им пишет, что не то обрезание, которое по плоти и наружно, а вот, которое внутри по духу, это настоящий иудей. Поэтому человек, который настоящий иудей, это не тот, который шапочку носит, там мужчина на голове или там какой-то обряд совершает. А тот, который внутренне таков, так Христос говорит. Поэтому вот я могу вас всех поздравить, что если вы обрезанные духовно, то вы все иудеи настоящие. Это с точки зрения Бога, с точки зрения, как Павел Апостол написал, он писал откровение. То есть, поэтому вот сегодня у нас, если обрезанные духовно, то все иудеи, не надо шапочку носить, и так и женщины, и мужчины, все подряд стоящие иудеи, потому что произошло внутреннее обрезание не по букве, а похвала в таком случае не от людей, а от Бога. Знаете, что еще, какая мысль здесь? Потому что когда человек по плоти обрезался, ну, в физическом теле, то он хвалится. Вот, я такой, я сякой, я этакий. Вот, смотри, я совершил. И тогда у него похвала. Он же что-то совершил, человеческое такое усилие сделал. И тогда ему хвала. Он же человек заслужил чего-то. А Павел говорит, что нет, это похвала не тебе, а Богу, потому что Господь тебя обрезал, тебя внутренне. И мы идем быстро и дальше, потому что наше время идет, нам еще нужно участвовать в преломлении. Значит, друзья мои, следующая мысль вот какая. Цель духовного обрезания. Обрезать злые наклонности, мы с вами говорили, и сердце вашего. А все-таки, вот, ну, когда происходит это обрезание конкретное, то что происходит внутри человека? Вот, человек обрезанное сердце имеет, обрезанные мысли, обрезанное чувство, обрезанное желание, вот эти все плотские, все это обрезанное, и обрезанное ухо. Он слышит слово Господне, и он способен воспринимать слово. Что произойдет, если идти дальше? Давайте посмотрим, как об этом говорил пророк Моисей. Второзаконие, 30 глава, 6 стих. И обрежет Господь Бог твой сердце твое, и сердце потомства твоего. И вот, смотрите, цель обрезания духовного какая? Обрезание сердца. Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Смотрите, братья и сестры, это же очень выгодно. Нам с вами очень выгодно иметь обрезанное сердце, обрезанное ухо и обрезанный язык. Почему? Потому что, когда произойдет это обрезание, здесь написано, что Господь тебя обрежет. Вы обратили внимание? Вначале мы читали, вы себя обрежьте для Господа. А потом мы видим здесь, что Павел говорит, невозможно было себя обрезать, не хватало силы в человека, плотище было сильнее. И тогда пророк Моисей говорит, что Господь тебя обрежет. Это он обращался к Израилю, и к израильскому народу. Обрежет тебя, Господь, вот, твое сердце. И цель какая? Чтобы ты что делал? Любил Господа. Помните заповедь, какая была? Самая первая заповедь, когда Христа спрашивали, что он говорил? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоими всей душой. И вы знаете, здесь невозможно, этот текст показывает, что невозможно любить Господа. Мы можем говорить, брат и сестра, люби Господа Бога твоего всем сердцем, твоими всей душой и твоей. Ну, замечательно, хорошо. А как это произойти? Как это произойдет? Да никак не произойдет, невозможно Господа любить, пока у человека не обрезанное сердце. Вы понимаете? Потому что, смотрите, здесь человек так и написано. Обрежет Господь Бог твой сердце, твое сердце твоего потомства, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца и от всей твоей души. Вот оно, где происходит настоящая любовь, когда человек проходит обрезание от Господа. Мы сейчас к этой мысли идем. Теперь, знаете, братья и сестры, вы все здесь заключили, но прошли водное крещение. Все, кто еще водное крещение не заключил с Господом, не окунулся в это? Есть такие? Если нету, то вы подойдите после собрания по стару Петру, он вам расскажет, что это такое, поведет курсы. Ну, а я сейчас просто напоминание. Вам хочу сказать одну такую интересную мысль, что водное крещение, знаете, что это такое? Это знак обрезания духовного. Знак обрезания сердца. Давайте я прочитаю этот текст, и вы тогда, ну, мы поймем сами вместе. Римманом 4, 11. Смотрите. И знак обрезания он, то есть Авраам, получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им именилась праведность. Смотрите. Апостол Павел приводит пример Авраама, что Авраам был обрезан, потому что Господь так сказал, у тебя должна быть обрезана крайняя плоть и у всех людей мужского пола. И здесь называется вот это, вот этот сам акт обрезания, называется, как здесь сказано, и знак обрезания он получил как печать праведности. Печать, то есть Господь поставил печать ему, что ты праведен. И теперь давайте посмотрим, каким образом это происходит у нас. Почему он к этому все это ввел? Потому что это нужно было объяснить этим людям, которые вышли из евреи, из еврейского народа, что такое настоящее обрезание внутри по сердцу и как оно происходит. Теперь смотрите, Колоссянам 2 глава, 11-12 стихи. Я читаю буквально два стиха. В нем вы и обрезаны, то есть во Христе вы обрезаны обрезанием нерукотворенным совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. То есть смотрите, Павел Апостол говорит, что во Христе Иисусе все люди по существу, все верующие в Христа, они обрезаны. И при том обрезаны обрезанием нечеловеческими руками это совершилось. Это произошло в духовном мире. Духовное обрезание, обрезание Христов. И теперь давайте посмотрим 12 стих, очень ключевой такой стих. Он объясняет, каким образом это произошло внутри нас. Он говорит, бывшие погребены с ним в крещении. То есть обрезание, это, братья и сестры, происходит тогда, когда человек погружается в водное, совершает водное крещение или над ним совершают водное крещение. То есть сам себя человек обрезать не может. Вы знаете, что обычно кто-то обрезал кого-то. То есть когда происходило обрезание, то должна была помощь быть со стороны. Люди приходили с каменными ножами там или с другими и обрезывали крайнюю плоть тела. А здесь говорится, что водное крещение, бывшие погребены с ним в крещении. То есть в водном крещении речь идет. И мы с ним совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Так вот, смотрите, есть очень интересное выражение «совлечением греховного тела плоти». Вы знаете, я когда первый раз читал этот текст, я хотел, молодой тогда был, мне было там 15-16 лет, я хотел понять, что вообще он хотел сказать. Смотрите, выражение «совлечением греховного тела плоти». Вам оно что-нибудь говорит? Мысль какая-то вам ясная? Мне было вообще непонятно. Потому что тело – это тело, а плоть – это что же тело? Так или нет? Плоть – это тело? А я тогда не знал, что плоть – это и тело, и внутренний греховный человек, испорченная природа человека. Я тогда не понимал. И мне казалось, что-то он тут такое напутал. Греховное тело плоти. Как это так? А знаете, что оно означает? Это означает, что когда человек необрезанный, необрезанные у него вот эти крайние наклонности, то плоть, вот эта греховная натура, она господствует над ним. И поэтому тело становится греховным телом. А когда в теле живет Святой Дух, и Дух Святой произвел в человеке обрезание сердца и уха, и языка, то тело становится каким? Храмом Святого Духа. Поэтому написано, «Вы – храм Духа Святого, живущего у вас». Вот смотрите, если мое тело, ваше тело находится под контролем плоти, то есть греховной натуры, этих злых наклонностей, то это тело называется греховное тело. И тогда это тело, оно умрет. Павел Апостол написал опять к кремлинам, что если живете по плоти, то что? То умрете. А если живете по Духу и Духом умерщвяете дела плотские, то будете жить. Имеется в виду Духом Святым через наш Дух. Что, друзья, идем дальше и заканчиваем эту мысль. Теперь смотрите, сила христианина в чем заключается? Она заключается в новом рождении, в новом творении. Галатам 5, 6. Он писал это послание Галатам, если вы помните, люди начали уклоняться в обряды и в ритуалы, потому что кто-то пришел и научил их, что вот если вы не обрежетесь по закону Моисея, вы не можете спастись. И люди в это поверили, они решили, что надо обрезываться физически, в буквальном смысле слова, обряд какой-то совершать. И тогда Павел им объяснил, что во Христе это вообще вот эти обряды, ритуалы старые, новые, какие бы люди ни придумали, не имеют никакого значения. Имеет значение новая тварь и вера, действующая любовь. Новое творение во Христе. И последняя мысль, мы с вами помолимся, строгое предупреждение. Опять же, это Галатам написано. 5, 1, 2. Если вы обрезываетесь, то он писал к этим верующим, не будет вам никакой пользы от Христа. Имеется в виду физическое, буквальное обрезание. То есть он их предупреждил. Если вы будете надеяться на плоть, на вот эти обряды, на ритуалы, на традиции, на предания старцев, вам от Христа никакой пользы не будет. Потому что вы будете надеяться, вот я это сделал, я это сделал, я обрезался, я соблюдаю и субботний день, и воскресный день, и еще во вторник соблюдаю, и в среду, и в пятницу, все дни соблюдаю, вот, стараюсь соблюдать, вот, и надеюсь на это. То Павел Апостол говорит, если вы вот это вот будете надеяться на свою плоть, на дела какие-то наши человеческие, вам от Христа не будет никакой пользы. Поэтому, друзья, давайте вот мы сейчас встанем с вами, помолимся, и я вас призываю, и самого себя, чтобы мы самих себя, перед тем, как мы будем участвовать в преломлении, мы могли самих себя испытать. Верили мы с вами вы? Верили мы или нет? Насколько мы с вами обрезаны? Насколько у нас обрезанное ухо, обрезанное сердце, обрезанный язык? И язык, еще раз повторяю, это индикатор. Он показывает, что если я говорю, или вы, раздражаетесь, сквернословие, злословие, там, и прочее всякое слово, нечистое, это говорит о том, что сердце не обрезанное, от избытка сердца горят уста. Поэтому в этом нужно покаяться, исповедать свой грех пред Господом и сказать, Господи, я хочу обрезаться. Вы знаете, вот мы с вами читали, что обрежьте себя для Господа, и Господь тебя обрежет. Вот участвует, и мы с вами участвуем, и Господь участвует. С нашей стороны, в чем заключается обрезание? Что я соглашаюсь, я молюсь. Я говорю, Господи, я сам не могу себя обрезать, у меня не хватает силы. Но ты мне, Духом Святым, помоги. Потому что написано, Духом умиршляйте, дела плотские, и будете жить. Молимся. Господь, мы благодарны Тебе за... Все, что есть во мне, Господь, Тебя благослови. Всей жизнью поклоняюсь лишь Тебе. Забрал меня из темноты, Ты в свой чудесный...